Этот актер начал сниматься в кино очень рано. Он впечатлил Леонида Гайдая, но не поступил во ВГИК. Печальная судьба советского актера, ушедшего в 21 год. Сергей Михайлович Тихонов родился 25 декабря 1950 года в Москве. Советский юный актер, исполнитель главных ролей в кинофильмах 60-х годов. Родители Михаил и Екатерина Тихоновы кино отношения не имели. Трудились на производстве, воспитали двоих сыновей, старшего Евгения и младшего Сережу. Семья жила в Краснопресненском районе столицы, на улице 1905 года. По воспоминаниям соседей, Сережа был шалуном и непоседой, предводителем местных мальчишек. Этот задорный лидерский характер он проявит потом на всех съемочных площадках, где будет сниматься. Когда школьников в советские времена приглашали сниматься в кино, это была редкая удача. Детское кино в СССР было поставлено на поток, поэтому периодически ассистенты режиссера входили по драматическим кружкам учебных заведений в поисках талантливых ребятишек. Снявшись в кино, школьник становился звездой. Конечно, многие дети мечтали в будущем стать профессиональными актерами, но получалось не у всех, потому что жизнь порой вносила свои коррективы. В 1963 году на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Деловые люди», которую режиссер снял по новеллам о Генри. Для фильма Леонид Йовович собрал хороший актерский состав. Здесь снялись Георгий Миллер, Георгий Витцин, Юрий Никулин, Ростислав Плят и Алексей Смирнов. Вместе с ними в комедии Гайдая снялся 12-летний озорной школьник по имени Сережа Тихонов, который талантливо сыграл вождя краснокожих. После выхода ленты на экраны простой столичный парнишка с красной пресни в один миг стал звездой советского экрана. Сначала режиссер намеревался пригласить на эту роль Надежду Румянцеву, которой на тот момент было уже 32 года, но актриса успешно играла школьниц. Румянцева надеялась убедить режиссера взять ее на эту роль, но не смогла. А вот мальчик Сережа Тихонов Леониду Йововичу очень приглянулся. Живой, яркий, с запоминающимся лицом, он точно понравится зрителю, решил режиссер. У парня был один плюс, он легко в кадре и за кадром держался с опытными актерами. В итоге Сергею Тихонову досталась одна из главных ролей. Через пару лет Сергей Тихонов снова отправился на съемки, на этот раз в Киеве. Его пригласили на роль мальчиша-плохиша. Режиссер Евгений Шерстобитов в этой роли видел только Тихонова, так как был впечатлен его работой в комедии Гайдая. Роль получилась отменной, а сам фильм стал классикой детского кино в СССР. До сих пор его показывают по телевидению, а фразы плохиша стали в союзе крылатыми. Сейчас только штаны подтяну одна из них. И здесь талантливый школьник легко уживался с маститыми актерами. В 1967 году на экраны вышел третий фильм с участием школьника Сергея Тихонова «Дубравка», где он сыграл хулигана по кличке Утюг. Эта роль стала последней в его жизни. Роль получилась глубокая. Тихонов сумел показать развитие своего персонажа на экране. Его хулиган в конце фильма оказался хорошим парнем с большим сердцем. Талантливым парнем была прямая дорога в профессию, но не получилось. Он не смог поступить во ВГИК на курс к Сергею Герасимову. Тогда он решил круто изменить жизнь. Он сходил в армию и устроился на оборонный завод на родной Красной Пресне. После армии Сергей Тихонов пожил совсем недолго. В 21 год он погиб. 21 апреля 1972 года парень попал под трамвай неподалеку от столичного ипподрома. Актер погиб до приезда врачей. Похоронен в Москве на Химкинском кладбище. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok